Сладкий урожай. В Таджикистане начался сезон сбора клубники. Раньше всех ягоды созрели в Хатлонской области. На какие сорта сделали ставку фермеры, расскажет Абубакар Фазулоев. Вахшский район Таджикистана славится аграрным сектором. Здесь выращивают практически все виды фруктов и овощей. Сейчас собирают клубнику. Чтобы ягоды не погибли под солнцем, их принято собирать ранним утром или вечером. В этом хозяйстве клубнику выращивают на площади более двух гектаров. Для домохозяйки Шарифмо Улимовой работа на поле – возможность пополнить семейный бюджет. В день она зарабатывает до 7 долларов. В день собираем от 100 килограммов и выше. Клубника быстро портится, поэтому во время сбора очень важно срывать плоды с хвостиком. Так можно продлить их срок до трех дней. В основном здесь сажают клубнику сорта «Виктория». По словам фермеров, этот сорт в уходе неприхотлив и устойчив к болезням. А жаркий местный климат делает плоды более сладкими. Ростки мы начинаем сажать еще в августе. Когда они уже вырастают, начинаем пропалывать и чистить корни от вредителей. Первые пару недель поливаем практически через день. А когда корни окрепнут, поливаем уже раз или два раза в неделю. В зимний период укрываем грядки пленкой, чтобы осадки не уничтожили клубнику. Урожай в этом году в регионе богатый. С одного куста фермеры собирают больше килограмма. Отвозить ягоды на рынок нет необходимости. Оптовики забирают их прямо с поля. Я приехал сюда из Душанбе. Купил 150 килограммов клубники. По 70 центов за кило. Отвезу в столицу и продам за доллар. Сегодня в республике под эту культуру выделено более 500 гектаров земли. Ежегодно аграрии собирают более 2,5 тысяч тонн урожая. В последние годы таджикскую клубнику закупают и соседние страны – Кыргызстан и Афганистан. Абубакр Файзулоев, Парвис Манонов, МИР24.